Добрый день, с вами Андрей Шалыгин, National Explorer И сегодня я постараюсь ответить на вопросы, которые мне задают люди По какой-либо причине, вообще впервые попавшие на мои ресурсы Либо на охотничий портал по аутфит-услугам ЭБФ Тур Либо на портал охоты-рыбалка путешествия по России Национальный проводник nationalexplorer.ru Дело в том, что Nexplorer это крупнейшее в мире Еще раз повторю, крупнейшее в мире издание Которое занимается в том числе арчери вопросами и по арчери теме Слева в середине такой блок, нажимаете сверху на заголовок Луки и арбалеты и выходите на перечень ссылок на различные материалы 26 страниц, 25 ссылок на каждые Свыше 500 статей Которые не новостные заметочки, а статьи полноформатные Больше чем на 20 тысяч знаков Журналисты знают, что это такое Чего не предоставляет ни один портал в мире Включая всякие арчери.com, арчери.org и все остальные прочие Аутфит-журналы, хоть аудолайф, хоть файлдстрим, хоть кто угодно Причем все они в арчери некомпетентны Так же как и арчери.org, потому что они не бухантеры А вот ресурсы типа бухантер.com, орг и так далее Все остальные прочие Аудохантинга, ну и прочие, которые занимаются именно бухантером Их статейки, они напоминают заметки людей ни о чем Не содержат они, кроме синтенции, никаких практических сведений И вы можете покопаться там сами Посчитать, посмотреть и убедиться Я гарантирую в том, что я сказал абсолютно стопроцентный доказанный факт Потому что скиньте мне хотя бы перечень материалов Не говоря о содержании где-нибудь, который бы больше был, чем написанный мной Вообще на этой планете про бухантер Значит, то, что касается видео, аналогично В разделе луки и арбалеты у меня более 200 авторских видео Которые сняты мной Причем, в отличие от всех двух-трехминутных У меня они примерно по часу, по полтора Поэтому можете на вот эти двух-трехминутные поделить и посмотреть сколько Дело в том, что вот эти полтора часа Это причем в максимально сжатой форме Рассказывается подробно для того, чтобы понял каждый Очень много вещей И некоторые смотрят там 10 минут, перестают там, тогда и уходят Это ваше дело Мое дело предоставить всю информацию Кому надо, смотрят Кому не надо, уходят Недовольны нахер Это мой принцип везде Абсолютно Потому что я номер один Значит, в связи с этим сразу скажу Что я вообще людей не обучаю, как правило Я если берусь за обучение кого-либо То лук и арбалет у него должен быть куплен официально в интерлопер Он заранее говорит, что у него там Потому что я работаю только с гарантийными вещами На которых мне не надо потом все это перестраивать вместо обучения То, что вам выставили какие-то продавцы И если я вижу какую-то хрень в луке и арбалете Я должен позвонить, сказать Вы что там делали? Ну-ка быстро идите переделывайте Сейчас к вам приедет человек По-другому я никого не обучаю Значит, более того Люди, которые ко мне приезжают Это люди состоятельные Потому что я обучаю вообще только охотников Просто лучников Чему-то обучить я не беру Я беру только охотников в первую очередь Потому что с любви из лука можно из арбалета научить за одно занятие На любые дистанции Охоте нельзя научить никогда Если у вас к этому нет способностей Поэтому в первую очередь я беру только охотников И после этого они у меня становятся за одно занятие баухантерами Ну, это примерно на 3-4 часа С перерывом на обед С большим количеством стрельбы И за один день люди уезжают уже готовыми, подготовленными лучниками Которые в состоянии на сороковник положить что угодно Ну, естественно, за исключением птицы в лед Ну, а дальше там 100-120 Это уже дело практики там И того оборудования, которое у них имеется Такие занятия у меня меньше 10 тысяч не стоят Поэтому не стоит обращаться В общем-то, если вы не состоятельный человек и готовый охотник Значит, следующее На канале YouTube у меня порядка 100 видео в разделе арбалеты Порядка 100 видео в разделе луки Порядка 50 видео в разделе прицелы И на любой 50 видео в разделе выживания На любой ваш вопрос ответ уже был дан Причем с бумажными тестами, замерами скорости С замерами фунтажей, с краш-тестами С построением баллистических кривых С построением кривых нагрузки С определением лазеров по частотам и спектрам Все, что можно было сделать То, чего не сделали по какой-либо причине вообще во всем мире У меня сделано давно Вам следует только зайти в соответствующий раздел Либо канала YouTube Либо сайта Там теги снизу Отдельно по фирмам можно выбрать Бэр, Хойт, Интерлопер Все, что хотите Выбрали и вам все это селектировано отберется Смотрите внизу такую штуку, как теги По которым все материалы отмаркированы Нажали лук, будет лук Нажали арбалет, будет арбалет Нажали там Хойт, будет Хойт Поэтому все смотрите, читайте Все есть Тем не менее, вопросы постоянно возникают Копаться, конечно, в таком количестве материала, как 500 статей И там 300 видео Достаточно затруднительно Только, в общем-то, по названию Вы не всегда определите, что там внутри по содержанию А если внутри стоит еще пара плееров по полтора часа И это то, что вас интересует, сказано где-то в середине Тоже становится грустно, конечно Поэтому вот такие видео тоже приходится сборные снимать Значит, сегодня я вам отвечу на вопросы Которые задают мне в основном начинающие охотники Начинающие лучники Все приходят в основном ко мне Потому что мои ресурсы вообще первые по посещаемости Гораздо больше, чем у охотников.ру, где посещаемость поддельная Гораздо больше, чем на любом другом портале Включая массовые самые форумы СНГ У меня в день, в сутки 30 тысяч посетителей Вот, только на одном сайте на Explorer.ru и больше миллиона в месяц Причем уникальных посетителей Вот, поэтому вариантов нет, да Все, кто там будет что-то вякать, что там где-то что-то Я вам про каждый сайт могу рассказать, что это такое И там больше пяти человек Ни на каком больше нет И там дендромакаки сливают периодически там трафик на свои видео И у них там больше, чем в Archery.org Фильмик о том, как они застрелили колхозную свинью там, да Вот это самое, с закрытыми мордами Вот это, но поросячьи их глазки там, да Они, в общем-то, дают идентифицировать их и достаточно однозначно Клоуны просто, клоуны с фейковыми всякими показателями Поэтому альтернатив нет Кому не нравится, все нахер Значит, теперь по существу По существу, если вы охотник и хотите стать боухантером, да Скажем так, ну а боухантером называется и лучники, и арбалетчики, да Которые занимаются охотой Это все боухантинг, потому что арчери Боу, потому что в арбалете спереди боу То же самое Значит, дело в том, что если вы думаете, что арчери это дешевле, чем огнестрел То вам не сюда Значит, дешевле только в том случае, если вы там, где зверят до хрена Идете на подкорочные площадки, втихую Кладете какую-то животинку там, да Из какого-нибудь в упор дурацкого арбалетика Да, вот в этом случае дешевле Дешевле также в том случае, если вы берете Самодельный монгольско-корейского типа лук И занимаетесь там стрельбой по, я не знаю, по лисице, по собакам там, да Либо еще по какой-то мелочи Может быть, когда вы станете более подготовлены стрельбой по утке Но я вас уверяю, что из любого дробовика это будет гораздо эффективнее на ближней дистанции За счет того, что у вас облако рассеивания А стреляете вы хреново Вот, и хотите дешево, поэтому прицелы у вас тоже хреновые, либо их вообще нет Будет гораздо проще, добычливее, тихо, скрытно и на большие дистанции И опять весь испачкался Вот Котя Будет дешевле, если вы приобретете очень хороший блочный лук С хорошими прицелами Научитесь стрелять метров на 100, на 120 И будете добывать крупных копытных Вот в этом случае ни один огнестрел, ну, гладкоствольный Сравниться не сможет ни по скрытности, ни по дальности Вот, у вас будет практически безрасходная, кроме там нескольких стрел буквально там и наконечников охота И вот тогда это становится выгодным И вот люди на севере в основном являются как раз и покупателями, где дичи много, леса мало, соответственно, все видно И деньги у людей есть и для приобретения хороших там луков и арбалетов, да? Вот там это все будет даже эффективно Вот, все остальное будет гораздо дороже, гораздо менее добычливо Арчери В смысле боухантинга в охоте, да? Это занятие для состоятельных людей Именно по этой причине я в первую очередь обучаю только состоятельных людей, которым деньги девать некуда, да? И они могут выбросить там 10 тысяч, да? За болтовню с гражданином Шалыгиной Вот, значит, соответственно, другая категория людей, которые не получили охотничий билет Не могут себе позволить купить ружье, платить за лицензию, за разрешение Ну, это вот в основном подростки, они хотят, насмотревшись там фильмов «Властелин колец» Пойти в боухантинг с луком, купленным там в магазине, там, ну, за 15-20 тысяч Можно ли? Ну, в принципе, можно Но это все, в общем-то, вилами по воде И я вам объясню все, почему На самом деле, конечно, можно Но вот здесь, если вы не охотник, то нельзя А если охотник, то, конечно, да Значит, потому что здесь, в первую очередь, ваши способности по поиску, слежению, сближению Вот, и добычи зверя на близких дистанциях Потому что, ну, лук будет неважный, прицел будет неважный, да Зависит только от вас Если сможете близко подойти там Тогда да, тогда прицел не важен Ваши навыки стрельбы не важны И можно иметь не очень высокофунтажный лук А также не очень высокие физические возможности Именно поэтому В первую очередь, да, можно, но только бухантерам Которые от рождения хантер Значит, теперь мы должны себе прекрасно представлять Что человек, взявший сразу арбалет Будучи состоятельным охотником Охотился он, допустим, с каким-то ружьем Взял, а делать нефиг, купил себе дорогой арбалет Таких людей очень много Они все в основном проходят через меня Вот, звонят, говорят Помогите купить самое лучшее, самое дорогое Да, вот я им даю какие-то советы Вот, и что-то там, значит, им предлагаю В соответствующем каком-то наборе Вот, эти люди, как правило, тратят 250-350 тысяч Для того, чтобы купить себе что-то такое первое Вот, значит, все вот эти люди А также, даже вплоть до категории бизнеса Которые пришли и купили себе один раз Достаточно приличный арбалет Ну, какой-нибудь там интеропер-тактик Или вот интеропер-скальт Вот из современных там, да Вот, стикс, вернее, там, да Ну, из старой линейки скальт и тактик Из новой, вот, стикс, ну, и будет жнец Они некоторое время постреляв Вытавшись даже как-то с этим делом охотиться В конце концов, если их вот это зацепило процесс Что это было не блажь там, да, просто так А хочу вот из арбалета пострелять Из всего стрелял Значит, постепенно эти люди приобретут непременно Там, в 85% случаев, там, блочный лук Потом, постреляв из него пару лет Они приобретут лук какой-нибудь классический, спортивный, там, да Хойт, допустим, да Или достаточно традиционный бер Вот, и, в принципе, они потом придут к традиционным совершенно лукам Там, да, может быть, потом под конец купят какой-нибудь там Кастомный монгол у кого-нибудь Потому что, все-таки, пойдя по идеологии Да, у меня много денег Я могу себе позволить все, что угодно В конце концов, эти люди, если они охотники Они выходят на психологию равного соперничества с зазверем Никаких дополнительных подставок Самое простое Самое, в общем-то, на себя надеющееся приспособление Самое портативное и самое натуральное Чтобы добраться до истоков этой охоты Которой она была когда-то Это происходит только в том случае Если психология самого человека Она является психологией охотника Я работаю с такими людьми прежде всего Есть другие люди, которые начинают с этого И постепенно приобретают после традиционного лука Там комнат самодельного Какие-нибудь простейшие самиковские тейкдауны Потом накапливают денег Покупают какой-нибудь там Хойт Дорадо Вот, и потом либо остаются здесь Либо переходят в блочники И дальше уже начинаются у них там Бэры, Хойты и так далее Это вот второй тип людей Которые идут от лука Как киношного приспособления Леголасы тогда, скажем Которые идут от дворовых пострелушек Куда-то к боухантингу Куда-то в охоту Во многих случаях это заканчивается тупиком Потому что изначально человек Как бы делая посыл в сторону охоты В конце, когда он сталкивается с тем Что ему надо выстрелить по зверю Он не приспособлен к этому делать Он там, в общем-то, диванное создание Которое там, может психологически Может идеологически Но не может убить там, да Какую-то животинку Вот, потому что у него какие-то Свои там двойные стандарты Ну, есть такие люди Вот, из них боухантеры не получится Хотя стреляет вроде как неплохо там, да Вот, ну и он не понимает зверя Он не знает следов Он не знает лес Он не может выживать Некоторые себя пересиливают И тогда переходят в раздел выживания Выживание Я занимаюсь, в общем-то, конструируемым Изготовлением, распространением Различных комплексов систем выживания Которые облегчают переход Значит, из состояния диванных котиков К аудо каким-то там Росомахам, да И, соответственно, делают, в общем-то Из интернет там пионеров Там настоящих мужчин, да Можете пойти по этому пути Если у вас не огромное число денег И вы не можете начать сверху И недостаточно большой объем зарабатываете Чтобы расти то же самое вверх То вам, возможно, для того Чтобы что-то добывать Ходить или разварить Какую-то свою потребность В арчере Может понадобиться вообще какая-нибудь Арчери-рогатка Арчери-рогатки Я конструирую, в общем-то Гораздо в большем количестве Чем вообще кто-либо в мире Поэтому, собственно Вариантов у нас их разных миллион Вы можете остановиться на таком Достаточно простом приспособлении Куда вставляется также стрела с натуралем И с пластиковым оперением И к этому иметь какой-то комплект выживания И на 15-20 метров Что позволяют традиционные руки Луки Вы там вместе с комплектом выживания За 7-10 тысяч Решите весь вопрос Ваш там И по компактности ношения И по логичности приобретения И соответственно Если вы можете подойти на такие дистанции Вы должны определить Можете ли вы Для этого рогатки вам будет достаточно А дальше вы уже определите Стоит ли при этом вам покупать лук Или вас интересует только добыча мяса А также выживание Ну да конечно В первую очередь выживание Потому что на любую добычу Нужно приобретать разрешение на охоту Либо лицензию Если вы охотитесь где-нибудь У охотпользователей Не общественно доступных угодий Значит решается вопрос При помощи рогатки Вот эти вот все аспекты Сверху вниз Снизу вверх Денег тратить не хочу Рогатку Или выжить в лесу Потому что изначально И интернет молодой человек Вот Они все у меня в отдельных разделах И на сайте в разделе выживания Справа блок такой Школа выживания Нажимайте на заголовок Перечень статей Выживание и рогатки На канале ютуб Перечень всех видео Если кого-то интересуют разработки В области Прицельных комплексов К лукам и арбалетам То единственные в мире Универсальные Лучно-арбалетные Снайперские лазерно-калиматорные Комплексы Опять же Делает только Тайшалыгин И это в разделе прицелы Прицельные комплексы Значит Соответственно От таких Вот Двухлазерных Калиматорных Вариооптических Которых подстраивается И скорость вылета стрелы И у которых есть Лазерные фонари С расфокусирующимся Пучком И фокусирующийся В лазерный целеуказатель При двухлазерной стрельбе Включая еще Калиматор И на два глаза И так далее И ночные Они все делаются Только Тайшим Шалыгиным Больше никем в мире Они не собираются Значит Соответственно На Луки Вот На Луки Вот новые системы Это Баукит На базе Калиматоров Леопольд С пристрелочными Лазерами Вот Холодные пристрелки То есть Как патрон холодной пристрелки В огнестрел Так и на Луки Чтобы сократить Все это Дело Вы можете ставить Прицельные комплексы Тоже для Луков На базе Калиматоров И лазеров Комбинированные Делаю только я Вообще Во всем Мире Значит В связи с этим Все что я вам скажу По ответам На ваши вопросы Да Это Результат того Что охотник С более чем Четвертью века Охотничьего Стажа Которая охотбилет Получил еще В 1980 Году 36 лет назад Вот Значит Может сказать вам Гораздо больше Да Тем более С учетом того Что я полжизни Прожил На Камчатке На Дальнем Востоке На Севере А вообще Из Сибири Мой отец А я сам С Дальнего Востока Вот Поэтому Фактически Любой город России И Ближнего Зарубежья Назовите Я вам скажу Что там И где там Потому что Я за свою жизнь Охотился везде Был везде Вот Ну и Изначально Имел отношение Соответственно К спецподразделениям Да Поэтому я вам Могу рассказать Еще кое Что И кроме того Что вам расскажет Даже самый Опытный Охотник Значит Поэтому Из того Что я вам говорю Очень многое Будет не совпадать С тем Что вам расскажет Какой-нибудь Школьный тренер В растянутых На коленках Штанах Либо Интернет Бот 15 или 20 летний Который торгует Китайским Говном За зарплату Соответственно Продавца Этого Говна Там Да А я Вот собственно Говоря На рейнджовере По кочкам Езжу Да И мне Не впадло Его Где-то Там Бить Там Да Потому что Я на этом Денег не зарабатываю У меня Хобби Такое Я пенсионер 25 лет Отслужил В вооруженных Силах Теперь Развлекаюсь Вот Значит Если мы Говорим О луках О луках То Лучше всего Вообще Начать С традиционных Достаточно Луков Это Монгольско Корейского Типа Луки Про которые Вам Очень много Всякие Будут в интернете Рассказывать Всякой херни Русский лук Да не было Никогда Никаких Этих Русских лук У нас Оружие Было Тюрско Монгольское Вот Все это Пришло В самом Начале В общем-то Из Китая Да Арбалетные Системы Там были Более Двух Тысяч Лет Тому Да Вообще Династия Цинь Началась С того Что Массовые Стада Арбалетчиков Ножного Заряжания Многозарядные Завоевали Весь Китай Поэтому Собственно Говорят Четыре С половиной Тысячи Лет В принципе Арбалетным Системам Вполне Может Быть Там Да Ну Есть Доказанные Какие-то Факты Вот Но Ни в одном Государстве Мира Не могут Предоставить Более Древних Свидетельств Чем Это Могут Предоставить Китайцы По поводу Своего Места Варсере Поэтому Корейские Нет Монгольские Нет Это Все Китайское Изначально Вот А то Что Монголы Притащили Из Китая Там Что-то Ну Да Притащили Да То Что Корейцев Это Осталось Потому Что Их Потом Завоевали Ну Да Это Было Поэтому Не надо Спорить Про Русских Корейских Там Да Монгольских Лучников Это Изначально Лучники Китайские Значит Что Что Представляет Из себя Сегодняшний Хороший Традиционный Там Так Называем Монгольский Лук Потому Что Мы его Так Называем Потому Что Монголы Принесли Его И к нам И в Европу Поэтому Мы Называем Это Монгольским Да 12 тысяч Столько Же Стоит Вот Эти Корейско Монгольские Рекурвы Значит Производство Фирмы Самик Самики Делают Два Основных Вида Простого Ламинированного Усиленного Усиленного Простого Это СКБ Переводится Самик Кореян Боу Усиленный Это Самик Майн 50 Да У него В два Раза Усиленный На 50% В передняя Часть Фибергласа Основная Болезнь Этих Луков Вертолет От Неправильной Склейки И неправильной Сушки Или неправильного Хранения Вы просто Должны Убедиться Что они Совершенно Параллельны И при Вытягивании Оно Это Все Не косит Вопрос Не косит Технологически Решается За счет Вот этого Острых Рогов Или так Называемого Тиллера У Самиков Нет У Российских Мастеров Вот Это Лук Павла Игнатова Они делают Вот такие Вещи Лук Один из Самых Лучших Вообще Монголов В мире Рассчитанный Причем По Корее По Методике Скалькулирован Автором Он проверяет Все свои Луки Вот Это Акула В том числе Значит Примерно За 15 тысяч Вы можете Приобрести То Что В общем-то Не приобретете За эти Деньги Даже В общем-то У Самика Поэтому Я Вот Его Лук Приобрел И не жалею Вот Сколько Я его В хвост И гриву Таскаю Значит Соответственно Живет Работает Не ломается Автор на 100% Отработал Отработал Свои Деньги Более Того Я бы Рекомендовал Давным-давно Поднять Целые Сделать Минимальный Свой Лук За 25 тысяч Они Того Стоят Как Минимум Причем Да Вот Если у вас Нет таких Денег Вам Нужно Купить Самый Простой Спортивно-тренировочный Так называемый Либо Спортивный Либо Классический Лук Они Все Одинаковые Выпускаются Они Под Названием SF Фирма SF Archer Win & Win Это одна и та же Фирма Которая Просто Выпускает Луки Для Разных Ценовых Категориях Если они Дешевые Они SF Archer Если они Подороже Они Win & Win Ничем От луков Того же Самика И ничем От луков Соответственно Вот Каких-то Там Других Фирм Они Не Отличаются На самом Деле Для них Все комплектующие Изначальные Плечи Делают На одних И тех же Заводах Значит Изначально Это Самиковский Лук Самик Это фирма Которая В свое Время Начинала Склейки Музыкальных Инструментов Поэтому На луке Она перешла Чисто Органично И качественно Потому что Сам процесс Склейки У них Музыкальные инструменты На слух Дадут Не тот звук Если они склеены Хреново Поэтому Поклеечные Линии Самики Они Одни из самых Лучших В мире Поэтому И продукцию Соответственно Они выдают Качественно Если Если вы Традиционным Луком Стреляете С стрелами С натуральным Имперением Вам Здесь Нужна Только кожа И кожаный Пристенок Если вы Хотите Сэкономить Стреляете С пластиковым То вы Ставите Вот такую Полочку С таким Сусиковой Магнитной Полкой Если у вас Жесткие Стрелы Они Очень Сильно Бьются И отскакивают Отсюда От пристенка Вы Вот в эту Дырочку Вворачиваете Плунжер Это такая Хреновина На пружиночке Которая Демпфирует Колебания Стрелы Чтобы Ее Здесь Вот Как бы От дерева Подальше Отвести И сдемпфировать Ее колебания Чтобы она Не билась И не отскакивала Вот такой Лук Стоит Ну у меня Они стоят 15 тысяч В магазине Можно найти За 10 Наверное Вот Если вы Хотите Так же Дешево Решить Вопрос С Боухантингом Складывать Свой Лук Возить Его Спокойно Там Где-то Доставать Из рюкзака Раскладывать И охотиться На нормальных Животных На Хорошие Дистанции 30 40 50 60 Метров Да То Вам Нужен Лук Примерно Такой Ж Конструкции Да Вы Все Эти Луки Можете Посмотреть У меня В видео Я Разбираю Все Луки Абсолютно И рассказываю Хойты Бэры Самики Вот Все Что Хотите Да Вот То же Самое Только Это Охотничий Лук Чем Он Отличается Многослойность Лучше Дерево Вот Самик Сейдж У него Здесь Наружные Болты В Кастомном Варианте Сюда Ставят Рога Косули Такой Грибочек Который Еще Откручивается Лучше Иметь Такое Потому Что Лук Разбирается От руки Чем Шестигранник Где Нужно Действовать Ключом Кроме Того Лучше Иметь Металлический Наружный Карман Как Здесь Металл Там Пластик Поэтому Это Дороже Потому Что Здесь Плечо Не Бьется Не Лазит Вот Здесь Закрепление Вот Все Шпыньки Они Дают Меньшую У вас Будет Вот Такой Даже Можно Поставить Вот Какую-то Гребневую Вот Такую Полочку Вхождения Если Вы Стреляете С Достаточно Хорошими Стрелами Тетиву Лучше Делать Самостоятельно Навивать Кастом Специальные Станки Для этого Нужны И Люди Которые Это Делают Вот У У Интерлопера На Хорошевком Шоссе Дом 9 Там Работают Ребята Которые Могут Плести Тетиву Фламандского Плетения Вот Могут Соответственно Там Где услуги Предоставляются Но люди Не могут Я такие Места Не называю Значит Здесь На этом Луки Нет Никакой Маркировки Потому Что Я Свои Луки Хотя Их В одной Ценовой В общем-то Категории Продаю Я Их Беру У Тех Мастеров Которые Не пропускают Их Через Фирму Самик Это Поле Производства В том числе Это Контора Сегодня Уже Менеджментная Которая Собирает Свои Луки С разных Мастерских И продает Потому Что Потребность В их Подражках Огромная По всему Миру Поэтому Самик Хотят Все Поэтому Они Десяти Мастерских Заказывают И в Корее И в Китае Эти Луки И поэтому Луки Отличаются Кардинально Поэтому Сами Ксейдж Вы в магазинах Сейчас Вообще Не купите Потому Что Идут Совершенно Другие Луки Почему Они Совершенно Другие Луки Потому Что Генри Бодник И все Остальные Заказывают Опять же Эти Луки Там же И это Все Делается В Китае А потом Приходят К нам Как БРПАО И только Несколько Моделей Бодник Делает Самостоятельно Именно Поэтому У Бодника У Того же Половина Лука Бамбуков И так Далее В Германии Бамбук Вообще Растет Ну И так Далее Соответственно Африканский Поддук Там тоже Не растет И понятно Что Это Все Луки Как бы Не совсем Оттуда Значит Так как Я заказываю Это у тех Мастеров Которые Делают Это Изначально У Самика У меня Луки Несколько Отличаются И по Цвету И по Набору Слоев И по Отсутствию Маркировки В общем И по Всему Остальному Поэтому Мои Луки Несколько Дороже 20 тысяч Вот у меня Стоит Такой Лук Ну В принципе Вот Вы можете Его купить Там Где-то Дешевле За 15 За 18 У кого Небудь Но Это Будет Несколько Другой Скажем Так Лук Вот Из При этом Не Навалите В штаны Ну Естественно Надо С Тристенда Это Все Делать И Соответствующим Образом Его Оборудовать Для того Чтобы Медведь Вас Не Посетил На этом Тристенде Если Вы Хотите Достаточно Скрытно Автономно Разборно Вот И В целях Выживания В том числе Делать Примерно То же Самое Что С Луками Типа Тейкдаун То Для Этого Есть Только Одна Альтернатива Это Луки Выживания Значит Фирма Воющий Волк Те же Самые Которые Делают Некоторые Комплекты Некоторые Элементы К Моим Системам Выживания Они Вот Делают Вот Эти Вот Сборные Луки Ассасинов В черном Цвете Подешевле Кома Подороже У меня 20 тысяч Они стоят Применение Луков Для Выживания Оно Достаточно Оправдано С точки Зрения Охоты Потому Что Они Как правило Фунтажа 50 И 60 Ну Это Зависит В общем-то От По большей Частью От того Вытега На который Вы В состоянии Лука Растянуть И от Того КПД Который Вы собираетесь Использовать Максимально Эффективно Потому Потому что На больших Вытегах Фунтажа Можно Добиться Там Хоть 70 Хоть 80 А Эффективно Леон Вложится В ту Скорость Вылета Стрелы Которая Реализует Данный Лук Поэтому Все-таки Угол Отклонения Тетивы Должен Соответствовать Соответственно Максимально Эффективному Для данного Лука То есть Вы когда Смотрите Раз Вот он Начинает Переставать Тянуться Вот это Уже Начинается Так называемая Зона Стека Которая Более Подробно Рассматривается На соответствующих Кривых Берете Фунтометр При Обычный Безмен Да Даже В примитивном Случае Приделываете Сюда Начинаете Вытягивать И замерять На сколько Сантиметрах Вытега Какое Усилие Создается На Соответственно На приборе По вытегу И вы Начинаете Видеть Что у вас Начинается Загибаться Вот эта Кривая И дальше Вот эти Все усилия Прилагаемые Они Бесполезны Нужно Останавливаться Вот здесь И вы Можете Конкретно Определить Годится Этот лук Для вас Или нет Потому что При вашей Растяжке При полностью Сделанном Вытяге Вы должны Работать Не доставая До зоны Стэка Именно Это Ограничение И является Тем самым Ограничением Можете Ли вы Вообще Лично Вы Физически Использовать Монгольские Корейские Луки Вообще Потому что Большинство Из них Для людей С большим Размахом Рук Непригодны Таким людям Приходится покупать Либо Кастомные Монгольские Луки Либо Традиционные Либо Классические Спортивные Либо Блочные И в блочниках Далеко не все Потому что Растяжки От 31 До 32 Они Уже Критичны Если вы Используете Кистевой Релиз Что удлиняет Вашу Соответственно Возможность По вытягу При сохранении Достаточно Короткой Стрелы То вы еще Как-то Уложитесь В какую-нибудь Там Анархию Допустим Из Бэр Арчери Вот Либо Еще Там Другие Луки С большим Расстоянием Аксель То аксель Поэтому Далеко Не каждый Человек Может себе Позволить Нормальный Монгольский Лук Чисто Физически Потому что У него Вытек Больше А монголы Собственно Говоря Ограничены В том Расстоянии На которое Они позволяют Вам эффективно Вытягивать Стрелу Поэтому Вот эти Луки Большого Размаха Плеч Они Способны Обеспечивать Потребности Достаточно Взрослых Людей И Поэтому Очень часто Может оказаться Что вот такой Лук Будет для вас Более Эффективным Чем Какой-нибудь Монгол Который Вы будете Использовать С недотягом Вот такие Луки Выживания Складны С возможностью Смены Лево-праворукости У меня 20 тысяч То что касается Применения Классических Спортивных Луков На охоте Ну это По большей части Глупость Вот Это абсолютно Неэффективно Это Та Какая-то Сложившаяся В общем-то Ситуативная Реальность Которая у кого-то Может оказаться На самом деле К ней Идти Стремиться Не нужно Потому что Охотничьи Луки Предназначены Для охоты А спортивные Классические Они предназначены Для залов В том числе По фунтажу В том числе По возможности Оборудования Потому что Как правило На спортивных Классических Луках Вы не сможете Настроить Прицел На те дистанции По баллистическому Уклону На которые В состоянии Охотничья стрела Лететь Потому что Вы возьмете Луг Который Потенциально Может стрелять На Там 120-150 метров Убойно А прицельные Приспособления К нему По максимуму Опускания Каретки Могут Быть выставлены Максимум От силы На 80 метров Вы столкнетесь С этим ограничением Чисто физическим И только Специальные Прицелы Для охотников На дистанции 100-120 150 ярдов Которые Начали выпускаться В последнее время Всеми уважающими Себя фирмами Они позволяют Стрелять Из луков На большие Дистанции Ну допустим Троферич Смарт пин 1 Смарт пин 3 Некоторые реакты Ну и так далее В том числе Фьюзерские прицелы Для хойтов Значит Что касается Традиционных Охотничьих Луков На самом деле Большинство Из них Называется Неправильно Ну большие Нескладные Обычные Луки То есть Те луки У которых Рукоять Целиком Деревянная Здесь Нет разъема Вот Либо Они имеют Разъем Но металлические По рукояти Поэтому Здесь Начинается Тавтология Многие Называют Их Традиционными Они Нетрадиционные Если Складное Из металла Фиберглаз Это Обычный Композит И это Лук Совершенно Классический В другой Окраске Он называется Спортивным Вот То же самое Что Вот с этим Луком Вот тот Белый Это Спортивный А этот Уже Называют Традиционным Да Цвет Он Станет Обычным Спортивным Самиком SF Арчери Там Или еще Чем-то Там Вот Принципиально Не изменившись Кроме Как По Цвету И По Тому Обвесу Который Вы На него Прикрепите Поэтому Если У вас Вот Здесь Есть Какие Там Посадочные Места Для Установки Обвеса Это Уже Лук Не Совсем Традиционный Да Даже Если Он Традиционный Вот Но Тем не менее На охотничьи Луки Как правило Вместо Вот этих Вот Полок И всего Остального Прочего Ставят Если Вы Со стрелами С натуральным Оперением Обычный Пристенок И какой-то Желоб Либо Если Вы Хотите Охотиться С любых Положений Лука Хоть Горизонтальных Хоть Обратных Сюда Оставится Обычный Вискер Бисквит Вот И Оставится Обычный Охотничий Прицел С обычного Блочного Лука Тогда Из этого Можно Стрелять Эффективно И реально Для охоты Если Вы Все-таки Ближе К Натурализму То Соответственно У вас Должны Осутствовать Прицелы Стрелы Должны Быть С натуральным Оперением Лук Вы должны Разворачивать Чтобы Сила Реакции Шла Вверх И От полки И от пристенка Равномерно Располагаясь В равнодействующую Вы ее Должны Направить Вверх Чтобы По направлению Исключить Уход Вот Этой Стрелы В Бо Здесь Вам Можно В качестве Традиционности Делать Какую-то Полочку Из камуса Или Из кожи Или Использовать Специальные Перчатки Чтобы Вот Здесь Оперением Вам Начинаем Использовать Луки Хойт То Это Полностью Нормально Классические Луки Никакой Традиционности Там Нет Это Обычные Спортивные Луки Которые Используются Для Боухантинга Вот Их Предпочитают Спортсмены Которые Перешли В Боухантинг Из Спортсменов Да Ну Чтобы Немножко Не Менять Свое Мировоззрение Кто Стремится К Натуральности Он Все Равно Придет К лукам Деревянным Ну И Безусловно Если Мы Разговариваем О Блочных Луках То Лучная Компания Номер Один Это Официальное Номенование Бэр Арчери Которое Присвоено Ей Международной Торговой Ассоциацией АТА На 110-летие Фреда Бэра Лучника Планеты Земля Номер Один Которым Таково Считается Всеми Единогласно Боухантерами На этой Планете Человек Который Добыл С традиционным Луком Все Возможные Виды Трофеев Включая Крупнейших Хищников Включая Белого Медведя Вот Ну а Число Добытых Фредом Медведей Вообще Пересчету Не поддается Все Модели Традиционных Луков Фреда Бэра Были Заразработаны Им Лично Он был Другом Эрла Хойта И Собственно Говоря Избретение Варчери Такое Как Блочный Лук Является Совместным В общем-то Плодом Творения Двух Наиболее Продвинутых Лучных Компаний На этой Планете Это Хойт Который Собственно Говоря Придумал Пистолетную Рукоять И Блочные Системы Фред Бэр И Эрла Хойта Разрабатывали Параллельно Они Прошли Очень Большой Путь Поэтому Более Чем 80 лет Деятельности Этой Компании Официальным И Эсклюзивным Представителем В России Который Является Интерлопер Единственный Дающий Гарантию На Продаваемые Луки Там Три Года На Лукомеханизмы И Пожизненная В общем-то Гарантия На Саму Рукоять Больше Никто Вам Таких Гарантий Не Предоставит Причем Лозунг Бэра Луки Для Всех Он Однозначно В общем-то Показывает Что Для России Это Наиболее Целесообразный Выбор Лук Метев 2013 Года Бэр Арчери Метев Вот это Шестой Есть Седьмой В зависимости От ширины По Брасхай От стояния Тетивы От конечной Точки По вырезу Рукояти С внутренней Стороны Лука Вот эти Луки В 2013 Году Со скоростями 30-350 Фото В секунду Они признаны Были лучшими Охотничьими Луками В мире Большинством Обозревателей И в том числе На совещании Экспертного Совета АТА И с тех пор Скорость 350 Реальную Скорость 350 Они написаны Рекламную Хель Вот Никто Еще До сих пор Не превысил И до сих пор Даже Модели Бера Выпускаются В том числе 16-го года Escape Со скоростями 350 ФПС То же самое Луки Хойт Это топовые Модели Которые стоят Достаточно Большие Деньги Луки Хойт Примерно На 30% Дороже Лука В Бер Но Луки Бер Это Луки Известные Как Наиболее Практические Луки Единственные Они были Первыми В течение Многих лет Которые Выдерживали Холостой Выстрел И по этим Показателям По устойчивости Такие луки Как Бер Легион Если вы Их еще Найдете Они до сих пор Эксплуатационно Никем Не превзойдены Поэтому Бер Метив Бер Эффект Бер Метод Вы можете Смело На начальном Этапе Брать Эти Луки Помня Французское Правило Что Мы не так Богаты Чтобы Покупать Дешевые Вещи Из более Дешевых Луков Единственное Что Модель Вот этого Года Интерлопер Зверя Он же Мартин Арчери Блейд Икс 4 Это Примерно За пол Цены Медведя Вполне Пригодный Лук Ну Значит Некоторые Старые Модели Там Беров У меня До сих пор Можно купить Там Где-то За 50 Тысяч В комплекте Вот Но Дешевле Этих Цен Уже Нет Поэтому Арчери Занятие Не Дешевое То есть Даже В принципе Вот В таком Обвесе Вот Берагенда 7 Она На Сегодняшний День Ну Порядка 70 80 Тысяч Стоит В то В то Время Как Луки Ходят Они Будут Начинаться Где-то В районе 150 В полном Обвесе Ну 85 Где-то Сам Лук Там С основными Какими-то В общем-то В коробке Все что Идет К нему В этом Виде При этом Надо полагать Что Обычный Лучный Прицел Прицел Допустим Спот Хог Фазер Которым Наиболее Профессиональная Часть Бухантеров Пользуется Большие Выдвижения Дает Круговая Шкала Которая Позволяет После 100 Ярдов Накручивать Дальше С теми Жи Параметрами Ердажа То есть Логарифмические Эксцентрики Там Стоят Поэтому Там За 100 Начинается Та же Самая Шкала Работает И на 120 На 150 Вот Пожалуйста Да Настолько Насколько Хватит Вам Рейлинга Вот Они В России Обойдутся Вам Примерно В 30 Тысяч Там В 7,5 Тысяч Обойдется Полка Вот Ну Кивер Со стрелами Стрелы Из расчета Там Тысяча Рублей За стрелу Примерно Вот такие Расценки Значит При Соответственно Получении Конечного Приговора По вашим Затратам Для Вхождения В аршере Цифры Немаленькие В общем-то Поэтому Меньше Чем На 100 Тысяч Рассчитывать Что Вы Купите Серьезные Какие-то Луки Значит С обвесом Для того Чтобы Заниматься Боу-хантингом Не следует До 50 Тысяч В принципе В районе 50 Тысяч Это будут Системы На Базе Мартина Блейд Х4 Плюс Обвес Плюс Стрелы В минимальном Скажем так Виде Меньше Будут стоить Только старые Системы Но Американские Луки Это Все-таки Топ Ценового Сегмента В котором Совершенно Не стоит Обращать Внимание Ни на Какие Инновации Ни на Покупаться Вот На Вот Эти Псевдотехнологии Типа Боу-тех На Скорости Которые Якобы Показывает ПСЕ Ничего Такого Не показывает Сроду И Тем Более Чем Экстравагантнее Выглядит Лук Тем Хуже Его Практические Характеристики Потому Что Они Ведут И к предельным Вибрациям И всему Остальному Такому Прочему А количество Деталей В той же Пропорции Снижает Все показатели Надежности Любого Лука На самом Деле Реальный Обвес Который Вам Нужен Будет На Боу-хантинге Включает В себя Конечно И Зеленые Фонари И В общем-то Прицел И с подсветкой Потому Что Вся охота Нормальная На крупных Копытных И тем более На хищников Она Идется Самая малая В сумерках А то В общем-то И в темное Время Для Этой цели Варчери Существует В принципе Только один Вариант Ночной Охоты Это Одевание На голову Шлема С приборами Ночного Видения Типа ПВС-14 Опускаемые Виде Очку На глаза Ну Если хотите Пожалуйста У меня Они В границах Пятидесяти тысяч Пожалуйста Значит Вообще Они стоят По полмиллиона То Что установлено На луке Ну Это Только Фонари Подсветки Зеленого Цвета Либо Некая Внезапность Либо Собственно Говоря Охота Хорошо Освещенные Лунные Ночи Ну А в сумерках Вот эти Там Полчаса Сорок Минут Навигационных Гражданских Сумерек Вот это В основном Та часть В которой Приходится Охотиться Боухантером На крупную Добычу Следует Понимать Что наконечник Нормальный Вам в среднем Обойдется Примерно В рублей В 500 Стрела Примерно Рублей В 600 700 Поэтому В общем-то В зависимости От ее покрытия Марки На 1000 На отличную Стрелу Нужно Рассчитывать На 500 На стрелу Посредственную Кибер На самом деле На луке Не имеет Особой Необходимости Потому что Во-первых Увеличивает вес На стреляющей руке Увеличивает Парусность Лука Затрудняет Его маневренность Закрывает Часть обзора Все плохо Если вы Хорошо Стреляете И охотитесь С подхода Тогда вам Кибер Нужен Если нет То нет Но Троферидшот Выпускает Еще системы Подсветки Кибера Изнутри С фонарями Многосветодиодными Наружи Поэтому В горизонтальном Положении Этот лук Можно использовать И как подсветка И для того Чтобы смотреть На установки Приборов Вот Поэтому В таком случае Комбинированного Кибера И в этом Есть определенный Смысл В других Случах Этого Смысла Нет Значит По прицелам Наиболее Качественными На российском рынке Прицелами Являются Прицелы Троферидш Это фирма Подразделения Фирмы БР Арчери Приборы Фьюз Для луков Хойт Будут Примерно Вдвое Дороже Про качество Я бы Ничего не Сказал Такого Подобного Тем более Кратного Значит Поэтому В принципе Если Вы не Хотите Заморачиваться С Настройкой Прицелов То Вы должны Покупать Смартовые Какие-то Приборы Типа Смарт Пин Реакт Которые Автоматически Выставляют Все остальные Пины На основании Того Как вы Выставили Два Произвольных Пристрельных На любые Дистанции Из доступного Диапазона Все остальные Выстроятся Самостоятельно На основе Имеемой Логики Баллистического Снижения Причем Скорости Лука Для этого Должны Быть Соответствовать Тем скоростям Которые У меня Описаны В соответствующей Статье Боеприпас Должен Соответствовать Описанным В общем-то В статье И дистанции Стрельбы Должны Соответствовать Описанным У меня В статье Смотрите По описанию Этих Всех Прицелов То есть Это Не на Любую Баллистическую Кривую Не на Любой Боеприпас И не на Любую Дистанцию Смартовые Примеры Прицелы Рассчитаны Горизонтальные Или вертикальные Пины Все зависит От того Куда Идет Ваш Объект Охоты Если У вас Догонно Угонный То Вертикальные Пины Вам Будут Закрывать Если У вас Пролетные Пробегающие Мимо Слева Направо То Горизонтальные Пины Вам Будут Закрывать Половину Обзора Поэтому Исходя Из Объекта Охоты И Ситуации И выбирается Прицел Однопиновые Системы Хороши Если Вы Сидите В засаде И точно Знаете Прицельную Дистанцию Если У вас Движущийся Зверь На близких Дистанциях С большими Скоростями И угловыми Перемещения Вам Однопиновый Прицел Совершенно Бесполезен Поэтому Тот Кто Говорит Что Система Спот Хок Это Единственный Выбор Профессионал Тот Просто Дурак Он Не охотился Ни на что И не знает Какая ситуация Бывает Сложно Перечеренной Местности С крупным Подлеском Когда Вы Зверя Начинаете Видеть Вообще Только На 20 Метрах Это В лучшем Случае А то И в упор Где-нибудь В малиннике У этого Медведя Ни фига Не увидите Вот Поэтому Нет Никаких Универсальных Советов Все Зависит В первую Очередь От Ваших Возможностей От Наличия У вас Денег От Вашего Объекта Охоты От Той Ситуации В Которые Вы Собрались Это Применять Поэтому Универсальных Советов Нет Универсальных Луков Нет Под Каждую Охоту Свой Лук Даже Если Это Просто Смена Времен Года Вот Но При этом Черный Лук Это Не значит Что Это Лето Вы С ним Где-то Там В Камыше Там В Зеленом Лесу Будете Довольно Сильно Заметны Тем Более Там В Но Это Не значит Что Белый Лук Будет Совершенно Незаметен Потому Что Кивир В этом Случа Надо Будет Обязательно Снимать Но Плечи И все Остальное Впрочем Можно Просто Маскировать Саму Окраску Лука Обычным Тканевым Камуфлированным И под Тот Цвет Местности Который У вас Имеется Скотчем И Это На месте Заматывается Любой Лук Если Вы Хотите Совсем Дешевые Системы То Интерлопер Допустим Кондор Второй Это Вполне Приличный Лук Для Начинающих В общем То Охотиться Но Я еще раз Повторю Что Лучше Найти Что Нибудь Старенькое Американское Типа Бэра Легиона Метода Или Эффекта Купить Что То С рук У того У кого Не задалось С Боу Хантингом Вот Или Появились Какие-то Другие Интересы Чем Покупать Там Какие-то Уж Совершенно Предостерегу Вас От покупки Приобретения Новободных Систем Типа Боутеха ПСЕ И Аналогичных А Из Арбалетов Отзывавшиеся Изготовителем Неоднократно Арбалеты Миша Нарчери Совершенно Непригодные Для безопасной Стрельбы Для охоты Арбалеты Манкунг Которые Способны Только В общем-то Это самое Создавать Проблемы Своему владельцу И больше Ничего Мне неизвестны Люди Которые Добыли Что-то Приличное С арбалетами Манкунг Я не видел Таких людей Потому что Стоимость арбалета Дешевле стоимости Охоты Не бывает И за такие деньги Можно сделать Только консервную банку Это объективная Реальность Вот Поэтому К ней Следует Относиться Внимательно Так же Как К автомобилям Ну Никто же Из вас Не думает Что По бездорожью Можно ездить На каком-нибудь Ниссане Нот Вот Поэтому Если вот эта Элементарная Логика Срабатывает Вот То надо Думать об этом Так же И в лучшем деле Кроме того Я вас предостерегу От покупки Всяких Ноу-хау Современных Типа Вращающихся Стрел С закрученным Оперением И прочим Остальной Хренью Вот Ничего это не работает На таких Скоростях Вращения Это вообще Даже близко Не является Гироскопом Это маркетинговая Херня Которую вас Заставляют покупать Ну только потому Что в расчете На то Что покупатель Идиот Если кто-то По любому Вопросу Хочет Соответственно Что-то узнать Посмотрите Там Среди 500 Моих Статей И около 200 Видео Вы на 100% Найдете Несколько раз Сделанный В разных Вариантах Ответ На все Ваши Вопросы Если мы Говорим О дополнительных Приспособлениях Которые вам Для этого Нужны Для стрельбы Из лука Вообще То вам Нужен Релиз Он соответственно Может быть На жесткой Сцепке Что хорошо В общем-то Если у вас Толстая одежда Или это все происходит В каких-то Перчатках Делается И для Точности И в общем-то Для Большей Чувствительности Релизы На мягкой Сцепке Ну допустим Трубола Ассасин Скаут Одни из самых Лучших Релизов Естественно В зависимости От Вашего Достатка Вам нужны Ключи Либо Такие Либо Истон Подороже Вот Воск Для Тетивы Либо Лубрикатор Для Арбалета Вот В том числе Можно Конечно Использовать Пулеры Но это В том Случай В основном Если вы Работаете С мишенями И у вас Не хватает Физической силы Для того Чтобы выдернуть Из мишеней Стрелу Мишени Вот Лучше Используйте Вот такие Это Арстерлиф Пенополиуретан С губкой Эва Вот А вот Это Изолоновые Хренки Клееные Пеной Это Нужно Покупать Только В том Случай Если Вы Хотите Испортить Соответственно Ваши Стрелы И они Вам Не нужны Вы Собираетесь Их Выбросить Значит Для Того Чтобы Точно Стрелять Из Блочных Луков Вам Нужен Соответственно Лазерный Дальномер Вот JJ Optics Это Самые Дешевые Вот Чтобы Лук Носить Нормально Нужна Либо Переноска Специальная Там Да Которая Закрывает Тетивую Закрывает Тетивую Блоки Если Вы Хотите Бюджетно Выйти Из Этого Положения То Вам Нужны Какие То Вот Такие Замки Да Здесь И Свисток И Компас И Огниво И Нож Вот Соответственно Встроенная Вот Вы Вот Этот Вот Замочек И С Какой То Липучкой Берете Обычный Зеленый Ремешок С одной Стороны Замочек С другой Стороны Там Какую-то Липучку И За два Конца Этого Блочного Лука Или Обычного Лука Закрываете Тут На Замочек Здесь На Липучку И за Рога Его Носите На Плече Обычным Образом Если Не Любите Особо Работ Руками То Для Этого Подойдет Обычный Ремешок Для Фотоаппарата Который Здесь Бывает На Замках Бывает На Липучках Бывает Вот На Таких Штуках Одевайте С двух Сторон Рамы И Носите На Плече Себе Вот Этот Лук На Здоровье И Не Остатку Это Единственный Критерий Который Вы Должны Включать При Их Выборе Потому Что В Разрешенном Диапазоне Усилий 43 Килограмма Все Арбалеты Ночью Все Кошки Серые Они Стреляют Примерно Одинаково Вот Насколько Криво Это Другой Вопрос С Арбалетами С Усилием Плеч 185 Фунтов Я Не Рекомендую Настоятельно Связываться Потому Что Мало Того Что Это Статья Уголовного Кодекса Вот И Это Все До Первого Задержания Вы Распрощаетесь С Этим Арбалетом Вам Это Навязывают Только Потому Что Они Обязаны Были Это Купить С Такими Плечами Чтобы Вообще Купить Вот Поэтому И Вам Это Тулят А Вам Это Не Надо Потому Что Арбалет С А Новые Арбалеты Интерлоп И Рыжницы Даже В общем На 100 Метров С моими Прицельными Комплексами И Это Нисколько Не Мешает Им Быть На Такой Дистанции Убойными А Вы На Такую Дистанцию Еще И Попадите Вот В любом Случай Арбалет Пригоден До Предельных Дистанций Стрельбы Из Охотничьего Гладкоствола С Плечами 43 Килограмма Поэтому Зачем Вам Дальше Если Там Рассеивание Уже Такое Что Стрелять Может Только Высокий Профессионал На Такие Дистанции А Вам Это Не Нужно Нафиг Потому Что Потом Идти Добирать Этого Подранка Это Во-первых Опасно Во-вторых Это Очень Большой Геморрой Да Если Уж Положил То Положил Сразу Гарантированно И Не Особо Потом По Арбалет должен быть с плечами на 43 килограмма И при этом Самыми дешевыми и эффективными системами Будут Система интерлопер Потому что По соотношению цена к качеству Никто еще в мире Арбалетные системы интерлопера Превзойти не смог Делаются они на заводах по Эланг По заказу интерлопера По согласованному тех заданию Которое каждый раз дорабатывается С замечаниями Соответственно Заказчика Вот И по всему миру Эти арбалеты выпускаются Под разными именами Там 15 разных фирм Которые Представляют это Как свои Арбалеты Даже Carbon Express Торгует тактиками Под названием Интерцептор Да И даже Европа И Германия Торгует тактиками Под названием Равен Сауфен Краусбоус Поэтому Все берут Эти арбалеты В том же самом месте Заказчиком Изначальным Является Интерлопер В свою очередь Интерлопер На Пойланге Таким же образом Берет Луки Которые Ранее Заказывали Американские Лучные бренды В общем-то Одни из самых Известных В сегменте Бюджетного Лукостроения В том числе Современный Блочный Лук Интерлопера Интерлопер Зверь Это и есть Мартин Арчери Блейд Икс 4 Один из самых Лучших Бюджетных Блочных Луков Прицельные Системы Для луков И арбалетов Имеют Достаточно Высокую Стоимость Достаточно Сказать Что прицелы Спот Хок Которые Являются Одними Из самых Лучших Прицелов Для Блочных Луков Они стоят С доставкой В Россию Там За 30 тысяч Поэтому То что у меня Лазерно-коллиматорные Комплексы Стоят 20 Это считай На треть Дешевле И намного Лучше Всех Этих Систем Тем более Если учесть Что вы Стрелять Там На 100 метров Не будете Значит Если вы Посмотрите На моем Канале Вот Описание Этого Комплекса Это Боукит Соответственно National Explorer Боукит На Базе 3D Полки На Которую Он Устанавливается С Фонарем Стабилизатором С Дистанционным Управлением Который Может Ставиться И на Лук И на Арбалет И отдельно Как фонарь И как Стабилизатор И на Традиционный И на Блочный Лук И еще Имеет Фонарь Зеленого Цвета Которого Не боятся Животные И соответственно Он имеет Спайк Красный Лазер Для того Чтобы С креплением Для того Чтобы Это все Можно было Ставить На Любое Место Блочного И традиционного Лука В том числе На Деревянный С помощью Вот здесь Четыре Самореза Ставится На Любое Место Даже Неподготовленного Лука С Наконечником Холодной Пристрелки Для Луков И Арбалетов Красный Лазер Для того Чтобы 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 Вообще Не Особо Пристреливаться А По Одной Точке Куда То Выводиться И Самыми Лучшими В мире Коллиматорами Леополь Современными Которые Предназначены Разработаны Для Высококлассных В том числе Автоматических Систем То есть С мощной Защитой Вот такие Вот Коллиматоры С Визирами Баллистического Снижения То есть Там Есть Семь Точек По которым Вы по вертикали Можете Отсчитывать Соответственно Свои Возможности По прицеливанию На разные Дистанции Из лука Вот 22 тысячи Стоит Весь этот Комплекс Вот в этом виде Что я вам показал И 25 тысяч Уже со всеми Разными Креплениями Зарядниками Аккумуляторами Там Да Которые Могут Обеспечить Все Соответственно Возможность И никто В мире Больше Коллиматорные Системы Для Луков И арбалетов В таком виде Не выпускает Кроме Как Системы National Explorer Значит В том Случае Если Вы Хотите Вообще Не особо Париться По данному Поводу И Сразу Выставлять Какие-то Ваши Данные По Прицеливанию То Вот Вот эти Программы На всех Соответственно Смартфон Story Магазин Электронных Предложений Для Андроида Для Иоса Они В наличии Программа Уна Которая Позволяет Вам Собственно Говоря По Данным По Скорости Соответственно Вылета Стрелы Или По Весу Соответственно Боеприпаса По Расстоянию В метрах Выстанавливать И Вам Она Выдаст Величины Разведения Пинов Вы просто Смартфон К Прицелу Прикладываете И Пины Какие-то Выставляете На Это Соответственно Вашем Прицеле Вы Можете Соответственно Сразу Просто Распечатку Сделать На Принтере На Бумажку Это Тоже Система Позволяет Кроме Того Вы Сразу Определитесь Потребная Дистанция Ваша По Пристрелке В один Прицел Влезет Или Не Влезет Или Вам Нужно Выбирать Какой-то Охотничий Диапазон Свой Конкретно Вот Под Данный Лук Чтобы Верх Прицела И низ Прицела Вмещали Максимальные Какие-то Дистанции На Вашем Выносе Этого Прицела От Вашего Глаза Потому Что Вы Понимаете Что Все Зависит От Выноса Чем Дальше Мы Выносим Прицел Тем Точнее Можно Стрелять На Глазу Тем Соответственно Больше Диапазон Дистанции Вы В Состоянии Засунуть В Этот Прицел По Выбору Арбалетов Нет Никакого Сомнения В том Что Арбалетные Системы Интерлопер И Модельный Ряд Сейчас Вот Стикс Фобос И К июню Пойдет Система Арбалетов Жнец Вот Это Вот Все То Что Называется В Продаже У Других Фирм Поэлан Гильотин М Икс Вот И Баллистика 400 410 Вот Это Максимально Эффективные Системы При Небольшой Стоимости Системы Тэнпоинт При нынешнем Целе Ценообразовании Имея Стоимость Там Порядка От 150 Там До 250 Тысяч Они Дают Скорости Который Давал Еще Тактик 5 лет Назад Поэтому Платить Такие Десятикратные Деньги В общем-то Ни за что По результату Достаточно Сомнительно Вот С этим Арбалетом Который На самом Деле На рынке Из-за Арбалетных Систем Такого Качества И таких Скоростных Характеристик Они Самые Дешевые Какой Смысл При этом Следует Понимать Что Все Арбалеты Отличаются Друг От друга В основном На плечах 43 кг По безопасности Гарантии Производителя Весу И точности Прицеления Больше ничего Интерлопер Единственный Дает Гарантии На свои Луки И арбалеты И эти Гарантии Выполняет Никто Больше Этого Не Делает Вот Значит То Что касается Портативности Нужна Вам Большая Портативность Берете Тактика Нужна Вам Больше Охотничья Там Какая-то Прикладистость Или Какая-то Инфляционная Надежность Берете Скальд Хотите Больше Скоростей И современности Берете Стикс В направлении Тактических Свойств Если Вам Нужны Системы Максимально Бьющие Далеко Максимально Эффективно С Минимальной Шумностью Вы Берете Системы Арбалетов Жнец Или по-другому Баллистика 400 Баллистика 410 Вот И весь Выбор На самом Деле Потому Что Все Остальное Плата Только За Некий Бренд Я Вам Показывал Вот Эти Системы В спичный Коробок Попадают На 40 Метров А Дальше Вы Можете Охотиться Только С моими Комплексами А Там Вы Уже По Рассеиванию В принципе В состоянии Определить Вот Такие Системы Максимально Эффективны Но Наличие Здесь Трех Точек Закрепления Разделительного Кармана Говорит Как раз О том Что Вот Как бы Такого Нет Ни у кого Там Везде Все Попроще Поэтому Соответственно Сама Жесткость Системы В колодке Здесь Максимальная Здесь Предварительный Упор В плечи На первую Треть Что Максимально Фиксирует Вот Эти Плечи В колодке Соответственно Есть Специальная Система Демпфирования Подложенная Под Эти Плечи Это Уменьшается Какие-либо Вибрации Никаких Особых Соответственно Эксцентрических Изгибов Кроме Изменения Точки Опоры Ну да То есть Вот здесь Плечо Вот такое Вот здесь Эксцентриситет Весь идет За счет Того Что Вращается Круглый Блок По Смещенной Оси А не Какие-то Извивы В самом Кулачке Как у Других Арбалетов Поэтому Вот это Максимально Простой Максимально Надежный Вот Поэтому Если Вы Начинаете Охотиться С арбалетом Хотите Делать Эффективность То У вас Нет Другого Выбора Кроме Как Системы Арбалетный Интерлопер Если Мы Говорим Об Эффективном Прицеливании Из Арбалетов То Нет Никакой Альтернативы В мире Моим Прицельным Комплексом 16 Соответственно Кратность Максимальная От 4 До 16 50 Размер Линзы Кратность Это Скорость Вылета Стрелы Из Арбалета Калиматоры Трех Видов Открытые Полуоткрытые Закрытые Хотите Леополь Будет Леополь Калиматоры Со Встроенным Лазером Кроме Этого Фонарь Лазерный Соответственно Он Зеленый Лазерный Целеуказатель С фокусировкой Расфокусировкой Луча С помощью Дифракционных Решеток Сюда Еще Ставится Допустим Какой-то Свет Ну вот Как на Прицельных Комплексах Для Луков Соответственно Здесь Просто На подвеске Плюс Три с половиной Тысячи Весь У вас Еще Со светом Комплекс Это Максимум Который Только Вообще В мире Разработан Для Стрелкового Оружия И Адаптированный Мною Для Арбалетов При этом Стоимость Вот Этого Комплекса 30 тысяч В той Конфигурации В которой Я вам Его Здесь Показываю В магазине Вы зайдите И посмотрите Сколько Стоит Элементарно Элементарный Дурацкий Прицел Сваровский 250 300 Тысяч Десятикратная Разница Поэтому Нет никакого Смысла Обсуждать Что лучше Альтернативы Просто Не существует Ну А в целом Системы Которые Мы Предлагаем Они В общем То На основе Рогаточных Артерий Комплекс Системы Bear Hunter Go Они Предназначены Для Бюджетной Охоты С арчери Рогатками Комплексы Выживания Bear Nexplorer Bear Hunter Cess Nexurvival Предназначены Для обеспечения Безопасного Пребывания В природной Среде В том числе При чрезвычайных Ситуациях На рыбалке На охоте Прицельные Системы Nexplorer Russian Bull Hunter Nex Systems Предназначены Единственные Универсальные Арчери Системы Для установки На любые Луки Арбалеты В винтовке Огнестрельное Оружие В том числе Автоматическое С едиными Приборами У которых Меняется Только Платформа Соответственно Интерлопер Это Крупнейший В России СНГ Продавец Луков И арбалетов 75% Вообще Всего Арчери В России Завезено Интерлопера Имея Более 1000 Дилеров Эта компания Распространяет Их По России И СНГ National Explorer Крупнейший В мире Портал Рассказывающий О Боухантинге Информации Больше Чем у меня И Квалифицирований Чем у меня Вы не найдете Ни у кого